Как юридическое лицо, кооператив «Надежда» зарегистрировался в 2015 году, однако многие дома появились здесь задолго до этого. В любом случае, землю кооперативу никто не выделял, люди вступали, платили членские взносы и на свой страх и риск строились без всяких документов. К кооперативу не предоставлялся земельный участок и границы не утверждались. А вывод простой, что оформление земельных участков в индивидуальном порядке не осуществлялось каждым из вас. То есть используете вы свои земельные участки без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов. Ситуация усугубляется еще и тем, что кооператив расположен в охраняемой зоне нефтяных объектов. Попытки изменить данные границы на региональном и федеральном уровне ни к чему не привели. Территория, занятая членами ООО «Надежда плюс», накладываются ограничения в виде охранных зон, магистральных трубопроводов и промысловых трубопроводов, санитарно-защитных зон от действующих скважин. Я присутствовала на совещании, на котором представители нефтяников четко заявили о том, что они будут пересматривать зоны. То есть можно ли сейчас сказать, что нефтяники просто обманули? После данной встречи в Совете Федерации проходила встреча именно с недропользователями. Там приглашались как газовики, так и нефтяники со всей территории Российской Федерации. И на заседании при Совете Федерации круглого стола нефтяники наши заявили, что пересмотр санитарно-защитных зон на территории города Нефтьюганска по состоянию на сегодня осуществляться не будет, потому что они не видят обоснований, возможностей. Ну то есть после нашей встречи, они же там проводили какие-то у них работы, значит обоснований по возможности провести эти расчеты новые. Нет этих обоснований. Выход из положения у некоторых членов кооператива. До 1 июня обратиться в суд и доказать, что они проживали здесь до 2012 года. И соответственно попасть в программу по расселению балков. В этом случае человек получает субсидию на покупку жилья. У нас мероприятие, которое направлено на расселение и ликвидацию строений, способное для проживания, определяется всего лишь в два условия на самом деле. Это отсутствие собственности и вселение до 2012 года и проживание по настоящее время. Однако, как утверждают люди, живущие на условной территории кооператива, из почти 200 строений только треть подпадает под эту программу. Я был 18 января у президента. У Владимира Владимировича Путина. Когда у нас разговор шел, от него лично мы по видеосвязи общались, что ни один человек на улице не останется. Представители муниципалитета пояснили, закон не позволяет выделить жителям другую землю, свободной просто нет, но и оставлять все как есть не получится. Мы разрабатываем сейчас положение и к первому августу мы начнем процедуру по сносу самовольных построек. Вынуждены начать эту процедуру. Почему? Потому что размещение в охранной зоне объектов, в которых проживают граждане, это угроза жизни и здоровью граждан.